Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. Я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Итак, первый вопрос. Муж не ходит в церковь, не верит в Бога. Что предпринять женщине, если ее супруг не посещает церковь? Стоит ли его заставлять? Каким образом можно повлиять на него? И стоит ли это делать? Или все отдать в руки Бога и молиться? Юль, по-моему, здесь сразу череда вопросов о том, как решать такую ситуацию. Я, конечно, могу только свое мнение говорить. И мое мнение, что заставлять супруга не надо, потому что нас даже Бог ни к чему не принуждает. Тут должно быть добровольное решение – ходить в церковь, верить в Бога или нет. И каждый раз, вступая в брак, женщины или мужчины должны предполагать, что время идет, сезоны жизни меняются, и меняется система ценностей человека вообще-то. Человек может ее поменять кардинально. Поэтому, конечно, такие вещи случаются, и случаются достаточно часто. Мой, например, совет, что сделать, чтобы его каким-то образом вернуть, или, как тут написано, отдать в руки Бога. Конечно, женщина, как христианка, должна молиться. Конечно, нужно прийти пастору и рассказать о ситуации, чтобы была совместная молитва или какие-то консультации. Потому что, может быть, есть какие-то поступки самой женщины, которые можно было бы исправить, или какие-то, может быть, ситуации в семье, которые можно было бы, скажем, проконсультируя эту женщину, все-таки увидеть положительный результат. Потому что в браке всегда виноваты оба. Нет такой ситуации, что вот прямо только одна женщина или один мужчина виноват. И о чем бы я вот еще хотела бы предупредить, что эти вопросы решаются во времени. Понимаете, они не могут быть решены вот здесь и сейчас. Вот если ты не будешь ходить в церковь, значит, мы с тобой там расстаемся. Или там, например, если ты будешь и не будешь ходить в церковь, я там остаюсь с тобой всю жизнь. Почему? Потому что, еще раз говорю, время проверяет все. Это такой самый, наверное, лучший наш советник. И, наблюдая с течением времени, есть ли у вас общие точки в ваших диалогах, идете ли вы на самом деле к построению семьи. Вот исходя из этого во времени, нужно принимать следующее решение. Но сегодня этой женщине, конечно, нужно молиться и смотреть на свое сокровенное сердце и сокровенное стояние перед Богом. Юлечка, я согласна с тобой. И, на мой взгляд, действительно, церковь – это должно быть местом укрепления семьи, укрепления взаимоотношений, место радости, местом познания истины. И если у людей нет откликов сердца на посещение церкви, если, например, жена не транслирует то, что церковь для нее радость, что она заряжается там, то муж не захочет идти в эту церковь. Очень многие жены хотят заставить мужа ходить в церковь, потому что там он должен подпасть под авторитет лидеров, которые будут также заставлять его. И для мужа церковь превращается в место насилия над ним, например. Поэтому он не хочет туда ходить. И это понятно. Если жена действительно мудрым поведением, разумной крутостью, как говорит Священное Писание, она располагает мужа, у них есть в семье бережное отношение к чувствам друг друга, то, мне кажется, такой муж не сможет не ответить на это. Но если мотивом женщины является другое, вот именно заставить обрести еще один способ давления на мужа, то, конечно, это неправильно. Поэтому нужно, чтобы молитва была молитвой, чтобы это было радостью, чтобы это была точкой обретения силы для женщины, силы прощать, силы верить, силы любить, чтобы это транслировалось в жизни. И я верю, что муж будет ходить в церковь, если он будет видеть хорошее плодо в жизни. И, конечно, очень важно, заключая враг, вообще соглашаться изначально в таких истинах. Я бы хотела добавить, дорогие женщины, это совершенно не трагедия, это просто жизненная ситуация. Она непростая, но наша жизнь часто бывает непростой. Поэтому, как написано в Библии, мы все преодолеваем силу возлюбившего нас. Поэтому праведность, мир и радость, то Царство Божье, которое есть внутри нас, оно должно быть непоколебимым. И пусть так и будет. И пусть так и будет в вашей жизни, в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова